У нас есть начало констата. У нас есть какая-то точка на сфере. И представьте себе, здесь поворот на какой-то угол. Дальше. Есть другая точка на сфере. И здесь есть поворот на какой-то угол. Задача. Найти точку, которая будет замечательной тем, что когда вы повернуете вокруг одной оси на данный угол, и вокруг другой оси на другой, то это будет то же самое, что повернуть вокруг оси, проходящей через точку. Дело в том, что вообще-то любой поворот сферы – это поворот вокруг какой-то одной оси. Вот это, между прочим, многие не очень понимают. Думают, что вот там ее так-так-так-так-так повернем. Че, потом? Что, любое, не меняющее ориентацию движения сферы – это на самом деле поворот вокруг какой-то оси. Эту теорему можно и отдельно доказывать, но, как это ни странно, у меня она сейчас получится, что называется, мгновенно во время решения вот этой задачи. Если взять на сфере любой сферический треугольник, у меня точка А, прямая В, прямая С. И, смотрите, вот там где-то есть центр сферы, соответственно, есть лучи, которые проходят, да? Давайте придем в такое обозначение. У нас есть плоскость ОАВ, у нас есть плоскость ОВС и плоскость ОАС. Так вот, давайте договоримся. Симметрией относительно вот этой плоскости давайте обозначим буквой С. Это преобразование, которое плоскость оставляет на месте и меняет местами половинки пространства, на которые эту плоскость делят. То есть, симметрия относительно этой плоскости. Дальше. Симметрия относительно этой плоскости давайте, естественно, обозначим Х. А симметрия относительно этой, естественно, обозначим И. Так вот, ребята, что будет, если вы сделаете симметрию относительно плоскости X, относительно плоскости O, B, C, да, и после этого сделаете симметрию относительно плоскости Y. Давайте посмотрим, что мы знаем. Значит, у нас есть плоскость O, A, C. У нас есть плоскость O, B, C. Понимаете ли вы, что прямая O, C при этом, вообще-то, у разных плоскостей, поэтому это обязательно осталось на месте, потому что при симметрии относительно плоскости любая или прямая остается на месте. Ориентация пространства поменялась в первый раз и поменялась в второй раз. Значит, ориентация в результате не поменялась. То есть, это будет поворот вокруг прямой O, C. Поворот вокруг прямой O, C. А вот теперь надо понять, и какой это будет. Ребята, если вы берете точку расположенную на плоскости O, B, C, то сначала она стоит на месте, а после этого ее отразили. Соответственно, если вот этот вот угол обозначить гамма, то у нас получается поворот на угол 2 гамма. Господа, это на плоскости очень известная теоретка. Если у вас есть две прямые и какая-то точка, которую отразили сначала относительно одной, а потом ее отразили относительно другой, то возникает вот эта вот известная картинка. Вот эти углы равны, эти углы тоже равны. Соответственно, вот этот вот угол, он в два раза больше угла их и прямые. То есть, когда у вас есть две прямые на плоскости, пересекающиеся в некоторой точке, то композиция отражения относительно этих прямых, это то же самое, что поворот на удвоенный угол. Отлично. А теперь я вам задаю такой вопрос. А что такое YZ и что такое ZX? Посмотрите, пожалуйста. YZ, это симметрия, сначала то есть Y, а потом Z, да? Это что такое? Это симметрия относительно OAB в композиции с симметрией относительно OAC. Это опять поворот. Вокруг. Какая прямая сейчас остается на месте? ОА. Конечно, ОА. Конечно, ОА. А на какой угол? Догадайтесь. ВАЦ. Да? ВАЦ. На ОА, конечно. На угол, на угол, который в точке А. И, наконец, тем же самым способом, если я пишу X, это OBC, и я пишу то же самое Z, OAB. Ну, это тоже поворот, но это тоже поворот вокруг. Не долго осталось здесь. Какая прямая общая? Вокруг В. Ну, естественно, уже на угол 2. А вот теперь я возьму и напишу это все подряд. Смотрите. Смотрите. X, Z, Z, Y, X. Z, Z – это два раза подряд выполненная симметрированность на космос. Это то же самое, что тождественное отображение. Все оставляет на месте. Y, Y – то же самое. Это тождественное отображение. Все оставляет на месте. Соответственно, это будет X, X, A, Y. Ребята, это тождественное отображение, которое все точки пространства оставляет на месте. Но с другой стороны у нас получились три поворота. Y, X – это поворот вокруг прямой О, С на угол 2, А. З, Y – это поворот вокруг прямой О, А на угол 2, А. И, наконец-то, здесь вокруг прямой О, В на угол 2, В. Господа, их композиция тождественная для образовательства. Значит, я могу умножить с двух сторон на поворот на О, С на минус 2, А. И получить окончательную теорету. Давайте я ее торжественно запишу. Композиция поворота вокруг двух осей, вокруг оси О, А и О, В. Сначала О, А на угол 2, А, потом вокруг О, В на угол 2, В. Это то же самое, что поворот вокруг О, С на угол минус 2 гамма. Обратите внимание, что такое альфа, бета и гамма. Это углы сферического треугольника. Между прочим, абсолютно такая же теорема есть на плоскости. Если вы когда-нибудь интересовались композиции поворотов, давайте я нарисую сейчас просто картинку на плоскости. Вот пусть есть точка А, на плоскости уже. И здесь есть какие-то повороты. То принято делать так. Рисовать угол поворота вокруг точки А, написать, что здесь 2 альфа, и угол поворота вокруг В, соответственно, 2 бета. Рисовать такой вот треугольник. Это что означает? От прямой АВ отложить альфа вверх-вниз, и в этот тот самый вернуться. Так вот, смотрите, что в таком случае будет. Если нас с вами интересует неподвижная точка такого преобразования, поворот на 2 бета, а здесь поворот вокруг точки А на 2 альфа, то очевидно, неподвижная точка вот здесь. Объясняю почему. Когда вы берете вот эту вот точку С, то смотрите, что происходит с ней при повороте. Она переходит в точку Д. А что происходит с точкой Д? Она ворачивается назад в точку С. То есть, то, что я вам сейчас рассказал, на самом деле абсолютно известно и обыграно в десятках и десятках олимпиадных всяких, и не только олимпиадных задач. Это то, как рисовать центр композиции поворотов, если даны две точки на плоскости. Так вот, забавно, что в пространстве на самом деле все то же самое. Только нужно нарисовать не адиктоид, а с величеством треугольника. Ну, собственно, естественно, что же там еще рисовать. Вот. Что еще я показал? Что композиция двух вращений вокруг оси. Это на самом деле тоже вращение вокруг другой оси. То есть вокруг оба и оа открутили, получается вращение вокруг С. Можно было взять любые точки А и В, соответственно, построить такой треугольник, и даже вычисляется так, чтобы... На плоскости сумма углов любого треугольника сто восклицает. В пространстве известно, что не так. Например, вот самый известный треугольник, это если вы возьмете координатные плоскости, то на сфере они вырезают октант. Вырезают октант, и у него все углы по 90 градусов. Ну и вообще известно, что площадь сферического треугольника, она равна чьи В. Сейчас, почему она? Нет, чьи-хвы чьи В. Если у вас есть совершенно произвольный треугольник, размер, у него какие углы? альфа, бета и гамма. То есть понятие избыток суммы углов. Это альфа плюс бета плюс гамма минус пи. Так вот, эту самую величину надо умножить на квадрат радиуса сферы. Вот такая на самом деле формула для площади сферического треугольника. Она мне сейчас не потребуется, поэтому я не буду ее сейчас доказывать. И это сейчас не самое главное, потому что мне сейчас, алёв, мне сейчас принципиально важно на самом деле следующее, что мы понимаем, что любое перемещение сферы это поворот вокруг какой-то оси. Двумерная сфера, это сфера в трехмерном пространстве. Если вас интересует ее собственное перемещение, то это будет обязательно, будет обязательно поворот вокруг какой-то оси.